Обращения граждан касались самых разных тем и направлений. Так, одним из самых актуальных оказался вопрос семьи, приехавшей из зоны СВО из города Артёмовск. Администрация в этом городе ещё не сформирована, поэтому супруги не знали, к кому они могут обратиться. Компенсация за утраченное жильё, льготный проезд в общественном транспорте, возможность претендовать на звание ветеран труда. За консультациями и помощью по всем этим вопросам переселенцы пришли к Константину Затулину. «Это всё вопросы, которые мы договорились решать с помощью запросов в адрес края Краснодарского. Я думаю, что надо, конечно, идти людям навстречу, особенно, когда дело касается проездных. Но компенсация за жильё – это более сложный вопрос, более объёмный. Но проездные – это, мне кажется, то, что надо брать на себя Краснодарскому краю, раз уж так вышло, что мы стали реципиентами вынужденных переселенцев с территории боевых действий». Другой вопрос, с которым горожане обратились к депутату Госдумы, касается генплана. Жители посёлка Дагомыс требуют уточнений с внесённым в документ проектом эскиза объездной дороги, которая в перспективе должна стать частью новой магистрали Джубга-Адлер. «Дорога была вот, видите, функциональное зонирование. Вот она вот так шла. Почему-то она съехала сюда». Константин Затулин успокоил жителей и пообещал выяснить все детали. Был вопрос, касающийся предъявления исков к детскому оздоровительному лагерю из-за якобы недоплаченных средств за аренду земли. Проблема оказалась непростой. Константин Затулин расспросил заявителя обо всех аспектах проблемы. Было решено написать письмо в администрацию города и выяснить, можно ли прекратить бессмысленные тяжбы. И это далеко не все вопросы, рассмотренные депутатом. Стоит отметить, что любой житель города может обратиться в приёмную Константина Затулина узнать назначенное время и лично задать свой вопрос.